Привет, друзья! Сегодня будет обзор проекта Let Me Speak. Здесь можно учить английский и зарабатывать. Я вам покажу, какие я NFT уже купил. Мы сегодня сминтим с вами еще одного NFT-персонажа, которого продадим на маркетплейсе, на этом попытаемся заработать. И вообще расскажу, какая здесь токеномика и экономика. И давайте начнем. Let Me Speak. Заходим на сайт. Здесь можно перевести справа внизу. Вам не видно за мной, там языки переключаются. Можно переключить на русский, можно оставить на английском. Здесь краткое описание проекта на главной странице. И есть три варианта участия. Первый вариант — это вы можете бесплатно участвовать, просто учить английский и ничего за это не получать. Второй вариант будет доступен в марте 2022 года. Люди смогут получать стипензию, но пока что эта штука недоступна. И третий вариант, который мы с вами будем использовать, это купить NFT-персонажа. Мы с вами покупаем, как в Stepan, кроссовок мы покупаем, и его уже прокачиваем. Также и здесь мы покупаем персонажа, с ним вместе учимся. У него есть определенное количество энергии в день, которое мы можем тратить. Сейчас посмотрим. И он нам, в общем, приносит доход каждый день за то, что мы учим с вами английский язык. Это и есть вот этот C-вариант, в котором будем участвовать. Здесь описывается план развития. Они уже с 2019 года все это разрабатывают, поэтому я думаю, что проект очень интересный, так как разработано все не за один день. Знаете, просто на коленке, как сейчас проекты делаются. Просто на NFT, просто главное там Metaverse сделать. За несколько месяцев там все очень криво и косо работает. Здесь тоже не все прям хорошо работает, но работает. Значит, давайте перейдем непосредственно к самому проекту. Можем нажать вот здесь Go to Marketplace. Здесь нам изначально нужно будет создать аккаунт, зарегистрироваться. После чего нам необходимо привязать сюда свой кошелек Phantom, если вы пользуетесь Phantom, либо другой кошелек от Solana. Вот здесь нажимаете My Account и здесь вам необходимо будет привязать с самого начала ваш фантомовский кошелек. У меня он уже привязан, я его уже привязал. Вот, соответственно, все мои балансы с Phantom отображаются тут. Ничего здесь сложного нет. У меня есть видео на канале о том, как создать кошелек Phantom, да и как пополнить его тоже есть, так что создаете и привязываете его вот сюда. Дальше идете на Marketplace вверху и покупаете себе здесь персонажа. Значит, есть несколько уровней редкости персонажа. Есть Common, обычные персонажи. Здесь они даже не отображаются, потому что они бесплатные. Это вы получаете, если вы бесплатно хотите участвовать в проекте. Если просто хотите изучать английский и ничего за это не получать, то вы можете выбрать себе обычного Common персонажа. Дальше Uncommon персонажи начинаются. Они уже получше. И дальше RAR, Epic и легендарные персонажи. У меня персонажи RAR, я купил их. Здесь можете отсортировать, например, по самой низкой цене, либо по последней цене. Также здесь можете отсортировать их по уровню, по уровню минта и прочее. То есть здесь их тоже, да, можно скрещивать и получать других персонажей. Поэтому сейчас об этом всем расскажу. И уровню талантов. Давайте откроем, к примеру, какого-то персонажа. Здесь у него есть уровень талантов. От этого зависит и от уровня талантов, и от Learning Speed зависит то, насколько быстро он будет учиться, насколько быстро вы будете прокачиваться и монеток зарабатывать. Вот здесь отображается доходность в день. Здесь вы можете посмотреть от 4,4 до 6 USDC в день. От 4 до 6 долларов вы будете в день зарабатывать. Но вам, естественно, нужно будет выполнять задание. Сейчас об этом тоже позже поговорим. Задание по английскому языку. То есть не просто так вы будете получать монетки. Здесь есть также Visa Days Left. Это сколько дней персонажу осталось до конца визы, до конца того, как он может получать тут и зарабатывать. Такая штука есть не везде. То есть у персонажа есть свой срок годности, сколько вы на нем можете заработать. И потом вам необходимо уже будет нового персонажа покупать. Это, в принципе, хорошо для токеномики, потому что помогает и стимулирует покупать новых персонажей, а не просто, знаете, кто вначале накупил себе много всех персонажей и зарабатывает с них там спустя даже несколько месяцев, несколько лет, когда проект существует. И этот груз, он очень сильно тормозит развитие проекта, потому что так эти люди будут покупать новых персонажей, потому что их персонаж имеет срок годности. Я думаю, вы понимаете, да? А если у персонажа нет срока годности, как, например, у кроссовок Степан, то здесь люди понакупили себе кроссовок и теперь с ними сидят, зарабатывают, просто с них вытаскивают деньги. То есть они вытаскивают деньги, а сюда ничего могут не вливать. Здесь же такое невозможно. Но все равно 150 дней это достаточно много, это полгода почти, да? Поэтому можете, в принципе, посчитать окупаемость. Он стоит, например, 210 долларов. Открываете калькулятор. 210 делите на... Вот в день он приносит от 4 до 6. Давайте 5 возьмем. Разделите на 5. 42 дня. 42 дня окупаемость при текущей цене. Также у каждого персонажа вот здесь есть инвайты. Здесь 6 из 6. Инвайты это и есть те самые менты. Сколько раз этого персонажа минтили с другим персонажем. То есть одного персонажа скрещивают с другим и получается третий персонаж. Эти два персонажа у вас остаются, просто здесь ставится галочка. И каждый следующий минт у этого персонажа будет стоить дороже. Вот здесь на Medium у них есть табличка инвайтов, табличка минтов, где вы можете посчитать, сколько будет стоить минт каждого персонажа. Например, у вас RAR персонаж, два персонажа с нулевым минтом. Давайте покажу вам своих. Вот нажимаем My Account и вот здесь у меня есть два моих персонажа. Они, кстати, отображаются у вас даже вот здесь в NFT. Если вы сюда перейдете, вот он набор NFT, Let Me Speak. И здесь у меня эти NFT-шки в фантоме кошельке отображаются. Я нажимаю, например, на своего персонажа и здесь я вижу, что у него ноль инвайтов. То есть он еще не скрещивался. Ноль минтов. Это хорошо. Я специально покупал двух персонажей с нулевыми минтами. Я нажимаю кнопочку Invite. Вот здесь добавляю нового персонажа. Choice. И из них получится третий персонаж. Я могу поставить вот здесь вот галочку, чтобы я затрачу еще на 700 монеток больше. Но у меня есть шанс получить от 30 до 36 талантов, то есть экстра талантов. Так я получу от 30 до 33 талантов максимум. Поэтому можно потратить, в принципе, еще 700 монет, чтобы больше шанс был. Так вот, 7000 монет. Из чего это складывается? У меня оба персонажа с нулевым минтом. Я захожу сюда и смотрю в табличку. Нулевой минт. Вот ноль я смотрю. RAR. У меня редкость RAR. С нулевым минтом один минт стоит 3500. 3500. Но 3500 это на одного персонажа. Так как я скрещиваю двух персонажей, соответственно, 3500 плюс 3500. 7000. Вот так и получается. Вот отсюда эти складываются 7000. Это комиссия за минт. Здесь называется Invasion. Если вы скрещиваете, например, нулевой минт плюс персонажа, который вы уже три раза скрещивали, то вот у вас будет... Вы прибавляете вот этот нулевой к 6200, который три раза, да? То есть таким образом очень легко складывать и вы понимаете, сколько это все будет стоить по вот этой табличке. Итак, теперь по стоимости самих этих монеток. Сколько... То есть мы купили персонажей. Я покупал, так как они с нулевым минтом, где-то по 260 USDC. То есть по 260 долларов за каждого. Итого потратил 520 долларов. Вот здесь мне нужно 7000 монет. Перехожу в раздел Swap и вбиваю, значит, 7000 монет. Тут так не получается, поэтому будем вбивать в долларах. Ну вот я на бирже сейчас нашел эту монетку. Значит, так просто легче будет посчитать. У нас 7000 монет. Это 209 долларов. 209 долларов мне нужно для того, чтобы их сминтить. Два... Двух вот этих персонажей для того, чтобы получить третьего. Третьего у меня получится с нулевым минтом, поэтому я вот здесь Invite Done указываю 0. И то есть я продать его могу примерно... Ну вот 250 ее уже давно не покупают. По 263-264 USDC я могу продать. Соответственно, профит примерно 60 долларов. Я получаю с одного минта. Но нужно учесть, что у тех персонажей, которых я буду минтить, вот этих двух я буду сминчивать, у них станет теперь вот здесь Invite, станет один. Поэтому на Marketplace они чуть-чуть подешевеют в цене. Это тоже нужно учитывать. И следующий минт уже с ними будет стоить дороже. Так, ну давайте поиграем вообще, как все это происходит, как изучается английский. Я вообще купил, чтобы изучать английский в первую очередь, а не для того, чтобы заработать. Но заработать мне тоже интересно, потому что это все-таки мотивация для того, чтобы изучать. Значит, заходим в My Account, и для того, чтобы у вас персонажи появились в игре, вам необходимо их туда докинуть. Вот здесь нажимаем пик и выбираем персонажей, которые мы хотим закинуть в игру. Давайте вот это выберем. Вот, у него есть 100 энергии. Давайте я еще одного закину. Вот, они у меня сейчас находятся в игре. У них есть 100 энергии, которые я могу сегодня использовать. А потом эта энергия постепенно восстанавливается. Итак, давайте вот здесь вверху нажмем на Play and Earn, играть и зарабатывать. И здесь я могу использовать свой iPhone для того, чтобы играть могу в веб-версии. Давайте веб-версию открою. Так, сделал себя чуть побольше. Нажимаю, у меня уже есть аккаунт. Ввожу здесь свой логин и пароль, нажимаю в IT. Отлично. Вот у меня два персонажа. Осталось 150 дней играть на одном и на другом. Я покупал прямо их нулевые, только сменченные сегодня. Также я могу создать бесплатно. Тогда он сможет только учиться. Давайте я выберу вот этого персонажа. Нажму Далее. Далее выбираем родной язык, русский. Далее. Какая у тебя мотивация учить английский? Нажимаем Далее. Какие темы тебе интересны? Я так понимаю, что это повлияет на те задания, которые будем получать в игре. Далее. Вписываем свое имя. Далее. Теперь нам нужно произнести Hello. Можно это сделать с телефона. Если у вас нет микрофона на компе, я нажимаю сказать Hello. Отлично. Теперь мне нужно указать, какие я слова знаю. Нажимаю начать. И выбираю знаю или не знаю. Если знаю, то влево. Если не знаю, то вправо. Махиваю. Теперь укажем свой уровень. Я вот всегда думаю, что у меня средний уровень, но когда я начинаю проходить, я понимаю, что, наверное, мне надо было выбрать пониже. Поэтому давайте я здесь выберу начинающий. Теперь происходит анализ наших ответов, словарный запас, интересы. Нажимаем Далее. Вот нам показывают, где мы находимся сейчас. И говорят, что в июне у нас уже словарный запас увеличится в 6 раз, да? Да, мы будем знать 3000 слов. И пишется, что мы будем знать после того, как достигнем уровня интермидия. То есть мы сейчас Beginner, достигнем уровня интермидия к июню. И вот, что мы будем знать. Почему это важно? Почему я вообще все это показываю? Потому что вы должны понимать, насколько приложения реально классно обучают английскому языку. Насколько оно классно для новых пользователей. Потому что вы сюда заходите как инвестор, покупаете NFT-шки. И то, насколько это крутое приложение будет для новых пользователей, от этого зависит то, сколько вы заработаете, как долго будете зарабатывать. И вообще вырастут ли в цене эти монеты и эти NFT-шки. Поэтому читайте здесь все. Я вот сейчас почитаю тоже и продолжу. Тут даже пишут, что я смогу читать новости науки, бизнеса и технологий в New York Times. Если это так будет, то вообще будет отлично. Здесь описываются задания, которые есть в игре. Грамматические задания. Аудирование. Есть квесты. Тут история. Вы ее проходите и по уровням тоже зарабатываете баллы. Нажимаем начать программу. Итак, вот мой персонаж. Это мой такой аккаунт. Здесь есть настройки, язык интерфейса, музыка, уровень английского. То есть я могу даже изменить свой всегда. Здесь есть история. Она доступна только на iOS. Я здесь попрохожу с айфона. Есть слова. Вы можете просто изучать здесь слова по определенным категориям. И есть грамматика. Естественно, на все вы тратите энергию. Например, в аэропорту выбираете и тренируете эти слова. Смотрите, после того, как вы поиграли, а точнее сказать, поизучали, у вас здесь, когда вы перейдете в мой аккаунт уже, у вас здесь отнимется один день. Потому что вы начали уже проходить за персонажа. У вас один день отнимается. Стоится 149 дней визы, а не 150. Также вы можете повышать свой уровень. И когда вы его повышаете, если вы потом минтите двух персонажей с более высоким уровнем, то у вас тоже характеристико персонажа вашего будет лучше, которого вы будете минтить. Давайте свопнем наши USDC, купим токены LSTAR и за них уже сминтим персонажей. Нам нужно 7000 токенов. Так, 220 долларов я потрачу, получу 3300 монеток LSTAR. Нажимаю подтвердить. Таким же образом, вот здесь, в этой обычной свопалке я могу обменивать обратно монетки LSTAR на USDC. Монетки LSTAR я получаю, когда прохожу задание в игре. Так, ошибка транзакции. Solana сеть у нас постоянно перегружена в последнее время. Так, у меня получилось купить на 220 USDC, 7300 монет LSTAR и давайте теперь сминтим наших двух персонажей. Нажимаем invite, выбираем персонажа, 7000. Я не буду добавлять за 7700, я думаю, что это нецелесообразно, там 20 долларов разница, добавляется 3 очка и при том непонятно, ну то есть повезет, не повезет, поэтому я думаю, что и так хватит. Конечно, можно было бы прокачать еще левел, но я просто хочу показать, как все это происходит, вот прямо сейчас. Нажимаю invite. Так, мне спишется 7000 LSTAR токенов, нажимаю подтвердить. Сейчас посмотрим, кто у нас получится. Ну, скорее всего, это глюк в Solana. Пишет, что, значит, invite отправлен. Через несколько минут новый персонаж появится в моем аккаунте. Или, возможно, так всегда invite происходит, не быстро. Вот здесь в моем аккаунте светится мой invite, пишет, что он скоро тут появится. Ждем. На моих персонажах, кстати, уже появился один первый invite. Второй invite будет доступен через 28 минут, но он будет уже стоить дороже, уже будет стоить по 4000 токенов за каждого. То есть уже 8000 токенов суммарно будет стоить второй invite. Короче, у меня пропал этот персонаж отсюда, но здесь он не появился. Если перейти на моих персонажей, то здесь написано опять, что invite 1, нет, то есть я так понимаю, что транзакция, которая была отправлена в сеть Solana, не подтвердилась. И вот здесь есть много таких багов, которые не то чтобы баги в самой игре, а это просто недоработки сети Solana. Solana меня, честно говоря, вообще раздражает в последнее время. Я не понимаю, почему она столько стоит, потому что работает она просто отвратительно. Я не знаю, мне кажется, Binance Smart Chain, да не кажется, Binance Smart Chain работает гораздо лучше, чем Solana. Те проекты, которые тут делаются, они очень крутые. Ну, прям Solana вообще все портит. Потому что вот сейчас я минтил персонажей, у меня этот минт в итоге отменился. Здесь у меня invite вернулись, то есть их нет, да. А монетки L-Star у меня, например, не вернулись на баланс. То есть 200 долларов просто сейчас куда-то потерялись. Но я за это не переживаю. Я понимаю, что если даже не вернутся, я напишу в поддержку, и мне эти токены вернут. Но неприятно то, что вообще это приходится делать. Да, то есть тут, конечно, вопрос к сети Solana больше, чем к самим проектам. Я даже думаю, что из-за вот таких багов в Solana эти проекты могут терять, и будут терять пользователей, и будут терять доход. Потому что просто выбрали не ту сеть. Не знаю, не знаю, честно говоря. Ну, я думаю, те, кто в Stepan играет, меня поймут, что в Solana постоянно какие-то баги, постоянно все очень долго. Да и там все на Solana очень долго, у них постоянно зависание. Так, я буду ждать своих монет и Callstar назад все-таки. Если что, то напишу в поддержку. Итак, прошли сутки. Мне вернули мои 7000 монет. Давайте еще раз попробуем сминтить. Берем одного персонажа, нажимаем Invite, выбираем второго персонажа и нажимаем Invite. Через Phantom подтверждаем транзакцию. Так, Invite был отправлен. Нажимаем Go to my account и ждем, пока у нас создаться новый персонаж. Короче, у меня опять то же самое, как и было вчера. Я обновляю, вот, отлично, сминтился новый персонаж. Я думал, уже опять то же самое. Ничего себе, даже 33 таланта у нового персонажа. 103 скорость обучаемости, скорость обучения. Все круто, потому что я думал, опять то же самое. Смотрю, обновляю уже несколько раз, персонажа нет. Здесь этот Invite висит. Ну, короче, и деньги тоже не вернулись. Думаю, блин, ну опять. Окей, значит, у нас есть персонаж. Теперь давайте попробуем его продать. Я вот, кстати, не знаю, может быть, мне его не продавать. Ну, короче, если что, продать можно вот так. Нажимаем на персонажа, List for Sale и выбираем цену для продажи. После этого мы его выставим на Marketplace и он у нас вот здесь будет Listed for Sale, то есть залищено на продажу. Я вот не знаю, возможно, я тоже буду его прокачивать. Я потратил на его минтинг, на минтинг этого персонажа 200 долларов. Сейчас вот с нулевым минтом такие персонажи стоят, если по самой низкой цене, ну, у меня вот 33 таланта, ну, вот примерно 268-270 долларов. То есть я сейчас могу продать этого персонажа где-то за 270 баксов. Ну, вот здесь уже у них, видите, 148 дней из 150. А если мы возьмем, например, вот из тех, у которых уже 150 дней, то примерно 175 долларов. То есть профит где-то 75 долларов с минта. Но надо помнить, что эти персонажи у меня тоже подешевели, потому что у них теперь уже есть один минт, один из шести, поэтому они будут стоить дешевле. Ну вот, я думаю, где-то 250 стоит каждый из моих персонажей. 250 USDC. Ну, смотрите, покупал я их за 260 USDC. Вот, одного покупал за 266, другую за 262. То есть, в принципе, грубо по 15 USDC каждый из этих персонажей потерял в цене при минтинге. То есть от этих 60 долларов, которые я, 60-70 долларов, которые я потенциально могу заработать, продав вот этого замеченного персонажа, мне нужно отнять 30, по 15 от каждого, да, которые потеряли в стоимости. Итого, там чистый профит получается около 30 USDC. Я не думаю, что это прям хороший профит от минтинга, но хоть какой-то профит есть. Вот что я еще заметил. Чем выше редкость у вашего персонажа, тем дольше окупаемость. Как считается окупаемость, берете стоимость персонажа и делите на примерно его доход в день. Если вы посмотрите окупаемость легендарных персонажей, то это будет примерно 55 дней эпических персонажей примерно около, даже легендарных, возможно, 60-65 эпических где-то 50 дней. Рарок где-то 40 дней окупаемость. И у Анкамон самая быстрая окупаемость примерно 33 дня, я вот считал. Ну, конечно, здесь за 33 дня вы всего лишь 83 доллара получите, да, по наградам. А здесь, конечно, у легендарного персонажа, чтобы окупиться, вам понадобится больше времени, но зато вы больше денег получите суммарно, то есть в день вы больше зарабатываете. Ну, и эти персонажи дороже стоят. То есть тут как бы вопрос в вашем времени. На маленьких редкостях, вот на Анкамонках, на Рарках, вы получаете меньше денег, чем на эпиках и легендарках, но в то же самое время по дням вы получаете больше денег. То есть чем больше, короче, времени тратите, тем больше вы зарабатываете. Я надеюсь, что с окупаемостью понятно объяснил.